Вархаммер 40 тысяч И поглядим на детализацию. В принципе моделек уже довольно старых. Итак, поехали. Здесь у нас открывается коробочка. Внутри коробочки коробочка. Здесь множество всяких литничков. Два должны быть одинаковые. Да, это так. С набор спешилов у нас двойной. Давайте же посмотрим на один из этих литничков. Пехотный. Здесь у нас получается. Лазганы идут. Раз лазган. Два лазган. Три, четыре, пять. Также один просто лазган. И ножики с фляжками. Одна вокс-станция. И для обычных парней это в принципе все. Вот еще есть цепной меч. И у вас пистоль для сержанта. Броники пять штучек. Одна голова без каски. Одна просто каска. И шесть голов в касках. Шесть, потому что одна вокс-кастерская. Так, поспешим. Получается у нас здесь гранатомет, огнемет. И все. Да. Байки для огнемета. И в принципе все. То есть никакой плазмы тут нету. Никакого мельтагана тут нет. И гвардейцы должны, видимо, выкупать у рок-трейдеров, чтобы взять себе в армию. У обычных гвардейцев выбор только из гранатометов и огнеметов. Что довольно печально, мне как кажется. Дальше у нас два литника танка. Сейчас мы к нему вернемся. Здесь у нас комиссар. Комиссар относительно новая миниатюра. Очень хорошо детализированная. Смотрите сами. И последний отрядик здесь. Это у нас Heavy Weapon Squad. В котором есть много что битцов. И конверсия обычная. В Infantry Squad. Ну и сам ХВТ, естественно. У меня уже есть минометы и ласки. Я буду, пожалуй, делать из него пулемет, скорее всего. Подставочки, декальки. Декалек много. Тут с номерами. Инструкции всякие. И подставочка для ХВТ. Дреднонская. Давайте же смотреть на Лемон Расс. На то, собственно, где основная стоимость этой коробки. Корпус шикарный. Здесь получается для спонсоров специальные гнезда. Гнезда. Это их бог. Это их нищие. Мульти Мельта. Мульти Флеймер. Хэви Болтер. Плазмы. Еще Хэви Болтер. Еще Хэви Флеймер. Мульти Мельта. Ласка. Люк. А тут у нас пошли орудия. Баттл Кэнон. Ван Квеша. И поправьте меня, как называется, вот это. Ну, по-моему, Анихилейшн Ганн, да? Здесь же еще получается не помню, как он по-английски. В общем, пушка-истребитель против танков, как я помню. Легких. Здесь у нас башенка. Кусочек Компани Коммандера танкового. И на этом, в принципе, все. А вторая часть у нас тупо про борта и днища. Здесь у нас первый борт, второй борт. И днища танка. Прикольная, красивая. Вот такой, в принципе, танчик. Что говорить о полезности данного старт коллекцинага, ребят? Здесь у нас получается 10 гвардейцев, Комиссар, ХВТ и Лемондрас. Комиссар, это очень спорная вещь. Комиссар, в принципе, идет только, если вы отыгрываете прям за имперскую гвардию, прям за этот полк Бекова, то тогда вам нужен Комиссар. В игровом же случае с точки зрения Спортхаммера, тут он не особо нужен. В принципе, не нужен. 10 пацанов. Всегда актуально, всегда здорово. ХВТ. Тоже актуально и здорово. Лемонраз. Всегда нужен. И побольше. Соответственно, многие начинающие имперские гвардейцы просто покупают таких три старт коллектинга. После этого у них есть три танка, 30 пацанов и взвод ХВТ полноценный, поскольку по одной штуке они соединяются в три и получают полноценный ХВТ Тима. Ну, единственная проблема это Комиссар, поскольку у вас становится три ненужных Комиссара, но здесь очень многие выкручиваются и конверсят из них то лорда командора, то командира флота, то того же Комиссара. В общем, на что фантазии у вас хватит. Надеюсь, вам понравился этот анбокс. Ну, а с вами был вновь Дорн, канал Hammer of Fun. До скорых встреч, ребята. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова